Здравствуйте, друзья! Ну, знаете, ролик из разряда, который дает повод закипеть. Прям закипеть, потому что главную роль здесь играет отбитая идиотка, да? И вот сам автор попросил, кстати, автору спасибо за этот ролик. Хороший, динамичный такой ролик, то, что нравится гостям канала. Так вот, автор попросил обратить внимание всех, как трансформируется голос у этой курицы. Вот давайте послушаем вместе, комментарии, конечно, напишем. Алло. Алло. Здравствуйте. В компании «Барфенанс» писали, что административное взыскание, где была Анастасия Анатольевна Роскова, записываясь с тобой. Скажите, Николай Николаевич, что-то вы? Да, я. По поводу долга звонила, что банк «Ренессанс» среди по кредиту наличия не был непогашен. Основная сумма 369 700 рублей долга. На данный момент банк «Ренессанс» проводит акцию частичное скидание задолженности. В парке нужно платить 94 тысячи 400 рублей. Если оплачиваете ранее всего до конца этой недели, до 21 мая, разница пишет банк вам. Ну, у меня нет таких денег. Оплата приступает? Нет. А зачем вы брали кредит, раз у вас нет таких денег? Друзья, вот в этом месте. Ну, во-первых, идиотский, из разряда вообще мега-супер-логических вопросов, а зачем вы брали кредит, если у вас нет денег? И вот в этом месте начинается та самая трансформация – метаморфоза. Давайте. Только, ну, как говорится, нервы в комок соберите свой и держите себя в руках. Это прям действительно ощущение такое непростое. То, что сейчас вы можете почувствовать. А вам какая разница? Что значит, какая разница? Это вам какая разница? Будьте, пожалуйста, повежливее. Понятно? Можете, что будет ваше. Вежливее будете с родственниками, да? И родственниками. Это такая зласть, да. А вы сейчас разговариваете. Вы с своими родственниками. Вы взяли чужие деньги и потратили их. Я буду добры вернуть. И вы так разговариваете, как будто я ваши деньги взял. А чьи вы деньги взяли? А лично ваши деньги были. Я спрашиваю, чьи вы деньги взяли? Они вам принадлежат, это ваши деньги. Вы их не заработали. Вы их даже не заработали. Вы не способны были их заработать. А теперь идите продавать имущество и расплачивайтесь. Ты, блядуро совсем, что ли? И как вы будете своим родственниками. Вы работали электромонтажником. Ну что, а много зарабатывать стали, что по 200 тысяч берете? Не, ну вы посмотрите, какая тварь-то, а? Электромонтажник ее не устраивает. Да человек пользу людям приносил. Действительно, настоящую пользу. А ты кто такая, чтобы оценки давать электромонтажнику? Человеку, который имеет образование. Который знает, куда применить свое дело так, чтобы помочь людям. Ох, да, вот, друзья, закипаем, закипаем. А теперь у вас денег нет. Надо было раньше думать, что у вас денег нет. Вы находите, выбирали. Михаил Николаевич, либо идете и оплачиваете долг, либо в принудительном порядке через опись имущества будете расплачиваться с банком. Если банк обратится в суд. Статья 80 федерального закона об исполнительном производстве. Друзья, ну и тут мы, конечно, по моей хорошей, доброй привычке обратимся к самому закону. Статья 80. Наложение ареста на имущество должника. И прям первая часть. Судебный пристав исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, в праве, а это ключевое слово здесь, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником, содержащихся в исполнительном документе требованием, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав исполнитель в праве не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника. А вот здесь вот просто первой статьи достаточно, чтобы со всем разобраться. Вот это слово, которое употребилось в данной конкретной первой части этой статьи, в праве, то есть на усмотрение. А почему на усмотрение? Да потому что я в очередной раз повторю то, что всегда всем нашим клиентам повторял. Не нужно прятаться от пристава. Пристав очень любит, когда к нему приходит должник. А еще больше любят приставы, когда должника защищают юристы. Потому что стоит приставу только подумать о какой-то бумажке, эта бумажка уже лежит у него на столе. Потому что юристы, как правило, ну во всяком случае юристы компании АЛЯМ, точно знают наперед, о чем подумает судебный пристав. Так вот, судебному приставу самое важное минимизировать то количество рутины, которое на него сваливается при каждом новом деле. А дел у него, поверьте, вагон и маленькая тележка. Особенно по банкам. И уж тем более, он очень будет рад, если вы сделаете что-нибудь такое, что в законном, подчеркнув формате, снимет с него обязанность идти к вам на адрес и описывать ваше имущество. А для этого нужно элементарно прийти к приставу и договориться о том, как вы будете оплачивать этот свой долг. Если уже, конечно, дело у пристава исполнителя. Но тут еще до этого довести нужно. Целый процесс, тут комплекс мероприятий. Вот эта вот курица из МБА Финанс, она понятия не имеет, как это должно произойти. И произойдет ли это вообще? Потому что одна единственная надежда – запугать человека. Ну, давайте послушаем дальше, что же мы услышим. Да, друзья, как часто я слышал вот это вот, когда нечего говорить. Они начинают называть адрес должника. Уже понятно, что человека не сбить с толку, не испугать. На что ты надеешься? Ой, Господи, вот курица-то курица, и мозгов столько же, как у курицы. На что ты надеешься? Он уже тебе четко продемонстрировал, что он не воспринимает тебя, и твои угрозы ничего не стоят в отношении него. Но самое обидное, друзья мои, это в отношении этого человека эти угрозы невесомые. Сколько людей вот такие вот кряквы умудряются сбить с толку и заставить идти платить. Бабушек, дедушек, простых, нормальных, взрослых мужиков. Это же вот, я не знаю, мне всегда хочется вздыхать и как бы донести, побольше информацию передать, чтобы люди не боялись этого. Так хочется, чтобы вот эта курица утерлась, вот как вот в этот раз, чтобы чаще это было. Будете смеяться, смеяться. Успокоительных, не пробовали пить? Михаил Николаевич, крова нам не понадобится. Да вы что? Вот почему же этот процесс не приятный, знаете ли. А возможно, также перепродажи долга. О, вот это меня устраивает. Перестаньте, спросите, сейчас гражданского кодекса Российской Федерации. Я не спрашиваю, что вас устраивает. Давайте вы купите, у меня долг. Я не спрашиваю, что вас устраивает. Понятно, что захочет банк, то и будет, по вашим долгам. Существует, так же арест имущества. И, соответственно, также наложение ареста на денежные средства. Любые ваши денежные средства. Статья 81 Федерального закона. Друзья, слышали, что взбрякнуло это? На любые денежные средства. Ну, давайте мы опять посмотрим статью 81 Федерального закона об исполнительном производстве. И понимаете, статья 81, это так и называется. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. И дальше ничего читать не нужно. Ни на какие, ни на любые. Понимаете, можно просто открыть Яндекс.Деньги, завести карточку. Можно Киви-кошелек открыть, завести карточку. Можно в иностранном банке завести карточку. И скажу я вам секрет один такой. Ну, для кого-то это даже и не секрет. Дело в том, что у пристава нет какой-то такой волшебной кнопки. У судебного пристава. С помощью которой он может арестовать все, буквально все счета во всех банках нашей страны. Нет. Это делается чисто механически. У приставов есть некий топ. В крупных городах, ну вообще 30 банков, не больше. При всем вот этом изобилии банковских структур. С 30 банков основных таких вот самых распространенных, которые на слуху именно туда отправляются запросы. Уж если вы не можете какое-то время потерпеть без карточки, то здесь решается вопрос элементарно. Вот таким вот образом. Что можно найти какой-нибудь там региональный небольшой банчок какой-нибудь. У самого банка поинтересоваться, у сотрудников банка, имеется ли вот эта вот возможность влипнуть с этими деньгами. Протестировать какой-нибудь счет у этого банка. Если у вас есть исполнительное производство, открыть этот счет, положить туда 2 рубля, подождать, будет ли арест на счетах. Если уже арест, обеспечительные меры уже, скажем так, вынесены, уже арестованы какие-то счета, то в принципе вновь открытые счета крайне редко могут попасть. То есть пристав не сидит и не ждет, когда же вы что-то там откроете. Кроме вас еще есть с кем заниматься, поверьте. Один раз он сделал эту работу и забыл. То есть он свои обязанности выполнил и забыл. Отправил запросы в определенные банки и не делает он эти каждые полчаса это, поверьте. И даже каждые 2 дня он этого не делает. Так что это все до такой степени условные санкции. Поэтому с этим тоже можно совершенно спокойно жить. Ну давайте дальше будем слушать. Чуть-чуть осталось, наберитесь терпения. В исполнительном производстве. И вместо работы поступит информация. Тогда кипятиться будете вы. Понятно? Выражения подбираете. Какие хочу. Несмотря на плохо. Может мне лучше сам скоро, но какой-то приступ смеха непонятный. Вы уверены, что вы не переработались там? Нет? Нормально? Или вздание лежите? Такая дура, блин, вообще. Несешь чушь во всех. Итак, ожидайте. Данная запись разговора попадет не только в банк. Но в дальнейшем если банк обратится в суд судья послушает. И так лично вас, чтобы никто не пригласит. Отлично будет потом, когда имущество пойдет, чтобы погашение долга. И когда ваши родственники также послушают данную запись разговора. Что? Николай Николаевич, 80-го года рождения, не в состоянии себе на жизнь заработать. На диване днями лежит. Озидайте. Да, друзья, рвануло ей, так рвануло заднее место. Ну, я надеюсь, вас повеселил этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Комментарии, я чувствую, будут очень интересные. И я с удовольствием их почитаю. Ну, для новых посетителей нашего канала, для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, а именно обратиться за помощью к высококвалифицированным юристам. В компании Алиам работают только такие специалисты, так как мы являемся одним из ведущих кредитных и юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы работаем по всей России, где бы в каком уголке нашей необъятной страны вы бы не находились. Если у вас есть интернет, вы можете спокойно воспользоваться нашими услугами. Как, что, сколько времени это будет длиться. Всю эту информацию вы можете получить у нас на сайте. Сайт обычный, но на сайте есть видео. Ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика есть, само собой. И также я хочу обратить ваше внимание, что на сайте выложено видео, видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Вот именно в этой инструкции все по полочкам разложено. Я категорически рекомендую всем, кто сомневается, кто уже принял решение, кто вообще не верит вот в это, что от кредитов можно абстрагироваться и жить спокойно. Пожалуйста, посмотрите это видео. Никаких волшебных слов вы там не услышите. Вы услышите четкий конкретный расклад, как можно избавиться от кредитного бремени. Как можно выйти из этого и выбраться из этой трясины с помощью юристов. Сколько это стоит и сколько времени это займет. Ссылочка на сайт, еще раз повторю, в описании этого ролика. Также для вашего удобства в правом верхнем углу сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Заходите, посмотрите. Посмотрите видео. Сделайте все, как рассказывается в видео. Осмыслите все. Взвесьте все. И после этого ставьте заявочку в форме на сайте. Именно если вы сделаете все корректно, впишите номер телефона соответствующий, дождетесь уведомления на свою почту, подтвердите свою заявочку, кликнув по ссылочке, вам обязательно позвонят. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны на сайте, уже на самом сайте www.oliam.ru в правом верхнем углу цифры. Запишите их себе. Звонить на этот номер телефона не нужно. Очень тяжело дозвониться, практически нереально. Этот телефон работает на исходящие звонки. То есть мы вам будем звонить с этого номера. Забейте эти цифры себе в контактную записную книжку и не пропустите звонка. Звоним мы по московскому времени. В рабочее время вот такой каламбур получился. Кроме субботы и воскресенья. Не пропустите звоночки, потому что заявок очень много. И если вы не возьмете трубочку, пропустите, проверьте свою почту. В любом случае мы вам сообщим на электронку, что мы вам звонили. Но мы обязательно еще раз перезвоним. В этом случае не беспокойтесь. Но все-таки ответить сразу, чтобы не терять драгоценное время. Что еще хочу сказать. Есть у нас на канале, на YouTube канале, на нашем, на этом, целый плейлист обращений моих. Обращения Кузнецова и Дмитрия к подписчикам, гостям канала, к клиентам компании Liam. Где я в развернутом формате отвечаю на самые часто задаваемые вопросы. Причем это делается не на бегу, а пишется целый ролик. Я думаю, многим из вас будет это интересно. Потому что вопросы, конечно же, есть у простых людей, кто не обременен юридическими знаниями. Поэтому я вас приглашаю посмотреть вот эти обращения. Целый плейлист создан. И ссылочка на плейлист, кликабельная подсказочка, выходит в правом верхнем углу. Вот она. Еще раз напомню, друзья, не забудьте посмотреть видео на сайте. Без этого у нас разговор не сложится. Мы будем вам звонить и нам нужно, чтобы мы с вами на одной волне были. Чтобы наши юристы, наши сотрудники не пересказывали вам суть этого всего. Еще раз повторяю, посмотрите видео на сайте. Кликабельная подсказка в очередной раз для вашего удобства выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот эта подсказка. Ну а всем остальным я, конечно, предлагаю поставить лайк. Кому, кто давно уже на нашем канале, кто знает, что несет себе этот канал. Настоятельная просьба. Репост. Поделитесь в соцсетях. Репост в соцсетях дает, как бы в геометрической прогрессии, возможность как можно большему количеству людей узнать всю правду. Чем больше людей окажется на нашем канале, тем проще им будет сжиться. Ну и вы свое, как говорится, предназначение выполните хоть немножко, потому что действительно правду нужно знать. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Кузнецов, компания АЛЯА, Центр юридической защиты. Всего вам доброго, друзья. До свидания.